МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В поселке совхоза имени Ленина поздравили старожилов семейной жизни. Хорошо, что у нас есть такие долгожители в плане брака. Вопрос дезинфекции контейнерных площадок в летнее время стоит особенно остро, поэтому сотрудники госантехнадзора продолжают проводить рейды по их проверке. Сегодня они заглянули в Дрожжино. В поселке достаточно многоквартирных домов, а значит, что площадки для сбора отходов нередко переполнены. Нередко от жителей округа поступают жалобы на состояние контейнерных площадок. Они бывают переполнены, захламлены строительным мусором или становятся домом для крыс и тараканов. В жаркую погоду же последней каплей становится едкий запах из баков. Сотрудники госантехнадзора совместно с представителями регионального оператора Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и администрации округа проверили состояние мусорных площадок в поселке Дрожжино. Особенно внимательно изучили вопрос дезинфекции баков. Все контейнеры, контейнерные площадки, балансдержатели должны обеспечивать чистоту этих контейнеров. Действительным законодательством предусмотрен административный штраф за неуполнение нормы требований по статье 8.2 Кодекса административного права нарушений Российской Федерации. На юридическое лицо предусмотрен штраф от 100 до 250 тысяч рублей. В ходе рейда были проверены несколько мусорных площадок на новом шоссе. Грубых нарушений по их содержанию обнаружено не было. Однако местный житель замечает, после того, как место сбора отходов перенесли от 11 дома чуть дальше, на контейнерной площадке начал накапливаться мусор соседних многоэтажек. Баки быстро наполняются, а машина не успевает их очищать. Она приезжает, наверное, где-то в 8 утра, наверное, как раз уже забрали. А так, после выходных вообще здесь и все выносят и диваны, и всякую мебель старую, матрасы. Все сюда, все только в одну эту помойку. Тем не менее, мусор здесь вывозят вовремя, в чем убедились участники рейда. Неприятный запах на площадке отсутствовал, что значит, не так давно здесь была проведена дезинфекция. На сегодняшний день под действующим нормам она должна проходить раз в 10 дней. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Подмосковье стартовал социальный раунд «Трезвый водитель». Он направлен на профилактику дорожно-транспортного травматизма и выявление участников движения, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу Алексей Букин. На протяжении всего социального раунда, грубо говоря, на протяжении всего месяца усиленные экипажи будут работать в круглосуточном режиме. Это уже будет целенаправленно. Люди будут стоять, останавливать, как говорится, всех подряд, несмотря на возмущение граждан, и профилактировать данный вид административных нарушений. В ходе раунда всем водителям сотрудники ГИБДД еще раз напомнят о недопустимости нарушений правил дорожного движения, в частности, управления автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено лишение права управления на срок от полутора до двух лет, плюс административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Соответственно, если это гражданин или гражданка совершает повторно, это уже в статье 264 Уголовного кодекса. Там предусмотрено вплоть до лишения свободы. По статистике, вождение в нетрезвом виде является причиной каждого девятого ДТП с пострадавшими и погибшими. Именно поэтому так важно проводить подобные профилактические рейды. Всего с начала года в Московской области выявлено порядка 4 тысяч водителей. Именно в состоянии такого-либо такого опьянения, либо отказавшегося от прохождения мета-свидетельствования. А если, кстати, водитель отказывается, то дальше? Санкции те же самые. Абсолютно. Абсолютно ни на что это не влияет совершенно. Несмотря на профилактику подобного вида нарушений, с начала года сотрудниками ГИБДД по Ленинскому городскому округу уже выявлено около 200 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Из них двое спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Социальный раунд «Трезвый водитель» продлится до 31 июля. Не так давно начальником Главного управления культурного наследия Московской области Валерии Березовской были подписаны распоряжения, согласно которым территории селищ Коробова-9 и Коробова-13 получили статус выявленных объектов культурного наследия. Что это значит, узнала наша съемочная группа. Сейчас это лишь зеленое поле у дороги, однако много веков назад на этом месте жили люди. Селища Коробова-9 и Коробова-13 недавно получили статус выявленных объектов культурного наследия. Представители территориального отдела «Горки Ленинские», депутат Совета депутатов по данному округу, а также краеведы отправились на место, чтобы по документам изучить границы новой культурной зоны. Коробова является на территории Ленинского городского округа одной из важнейших территорий, на которой находится сразу очень-очень много архитектурных объектов, начиная с Вятического периода до Монгольского и до Петровского времени. Коробова – это тоже один из путей, которые идут вдоль Москвы-реки, то есть это те места, где жили вятичи еще в каменном веке, в железном веке и развивали эту территорию. Согласно документам, селища находились не в самой деревне, а в двух километрах от нее у Скоростного шоссе Москва-Домодедово. Теперь данные объекты, как Курганные группы или Коробовское городище, подлежат государственной охране. И хотя сегодня на этих местах жизнь уже не кипит, земля здесь хранит большую историю. А Коробово тем временем продолжает развиваться. В настоящее время деревня Коробова состоит из 400 жилых домов. Количество жителей доходит до тысячи в летний период. Территория относится к территории реальному отделу Горки-Ленинские. Деревня современная имеет более 10 улиц, несколько переулков, все улицы заасфальтированы. Деревня развивается по современным уже стандартам. На сегодняшний день вблизи Коробова выявлено около 14 объектов культурного наследия. Это селища, курганы и городища. Их история описана в книгах «Здесь родины моей начала» и «Остров Вятичий», подаренных видновскими краеведами территориальному отделу Горки-Ленинские. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Артем Грудинин и Мария Гаевская вместе с волонтерами общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» побывали в нескольких семьях поселка совхоза имени Ленина. Эти семейные пары отличаются от многих тем, что живут они совместно уже более 50 лет. Акция была приурочена к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Сторожилам совместной жизни принесли несколько подарков, главный из которых – большой зонт, под ним от непогоды можно спрятаться вдвоем. Каждый визит гостей сопровождался небольшой экскурсией по страницам семейной истории. У всех этих семей разная судьба, но, похоже, они в одном. На протяжении более чем полувека люди сохраняют любовь и уважение друг к другу, а дети, внуки и правнуки имеют перед собой прекрасный пример достойной подражания. Мы сегодня прошли по сельскому поселению совхоза имени Ленина и встретили очень много интересных пар, которые вместе от 50 до 57 лет. Могу сказать, что это очень-очень хорошо, что у нас есть такие долгожители в клане брака. Очень хорошо, что мы сегодня посетили эти прекрасные семейные пары, посмотрели, в какой гармонии они живут, виды, как они смотрят друг на друга. Это прекрасный пример для молодежи. В День семьи, любви и верности поздравлять тех, кто прожил долгую совместную жизнь – одна из важных традиций, много лет существующих в Ленинском округе. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова